пустить трансляцию опа вот трансляции вот-вот начнется пошла вроде трансляции слушая как на канале надо еще где-то это добавить да то не она должна по моему автоматически идти где-то прямо на канале появится да 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 как ролик который ты загружаешь сейчас я за это посмотрю но я специально содержал твой страничку чтобы она вот вроде как она идет вопрос куда сюда идет идет а ты видишь на у меня на канале да вижу почему я ее не вижу и где она идет этот вопрос а это сейчас ссылку скину она прямо идет на главной странице канала да но по сути да ага вижу новогодние трансляции в эфире 16 зрителей так ну что тогда всем тогда привет да кто нас смотрит ухты тут ребята даже пишут уже в эфире слушая как это вывести кричат в новом окне не знаю я знаю я сейчас что-то наверное сделаю я понял как это сделать сейчас я попробую чат теперь вывести народ хлоп 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 забегает спасибо добрые люди бы спали мы род народ так подожди сейчас я пока да все это настрою максим слава доброе утро мария какие форматы сейчас появляется в интернете и просто мастодонты в своего дела как там один мальчик выложил ролик 5 часовой иллюминат инсайдера написал самый длинный стрим в истории ютуба а то что у нас стримы есть по 23 часа это конечно хлопчику откуда знать так секундочку слушайте народ напишите пожалуйста слышно нас я так понимаю да в эфире отпишитесь пожалуйста ребят слышно нас хорошо я тут пытаюсь настроить а дальше там будет это как-то дорогие подписчики ребята отпишитесь пожалуйста в комментариях в чате хорошо нас слышно что сейчас мы попробуем слава я с тобой пусынуть спасибо олег стрим в истории мандама мак а то что как мы быстро скооперировались скидывает на киллера чтобы опять да она не тяните слушай я вот сейчас пытаюсь это еще чат сюда вывести тоже на экран ну а вова точно сейчас попробуем попробуем сейчас возможно даже получится столько полетах живут самолеты x сейчас раскачаемся не хочу просто макса сбивать это о и максим нами все танюша мария о сколько чик 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 бжик 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 кто на новенького чик 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 у нас и готовенького так ну в общем что то да что то не получается ладно секундочку тогда сейчас мы сделаем такую красоту на весь экран так ну и что и давай потихонечку туда перетягивать да кто там есть суворин спит слав ты слышишь меня слав слышишь меня чаем поперхнулся понял кого звать в результате расскажи мне ну в принципе так как неудобно получилось нами был макс танюша и и элиссит он не дозваниваю сюда его до макса вот поэтому желают алексей минин нужно ты можешь перетягивать их суда потому что у меня половина сейчас я торможу и правда смогу многие а танюша у меня не добавлено сейчас я макса подтянул соседи соты скидывается на киллеры чтобы грохнуть котлерово слушай что же они такие злые так слышно хорошо отлично слышно но не видно так насчет видно насчет видно можно сделать чтобы было и видно в принципе по крайней мере меня вот сейчас попробую сделать чтобы меня было видно опа так дальше 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 что-то наверное подвешивается этот слав ты тут да таня это не мне не удалось видно добавить а алексей удалось вот то не просто номинар в списке нету контактов просто макс алексей бы да у меня есть до 100 и добавлю о добавляет и надо будет ей кинуть запрос чтобы вот на такие экстренные ситуации это они по-моему надо искать я не помню так 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 нет о все таки я нашел что это все на наш парвей удалось да так силом так значит смотрите дело в том что у кого-то включена наверно трансляция кому-то надо выключить выключите пожалуйста танюша это так вот этот даун аманус он даже дебила кусок не понимает что как котлерово никто не будет выкидывать анус гамнянус котлерово никто не будет выкидывать а иди иди это так сказать к этому и лиминате инсайдеру он тебя научит он переболел это хорошо бациллы должны от меня отлипать а человеке всегда будут рядом так я ладно вы тогда пока сейчас давайте подтягивай всех кто там был кто там еще жив кто продавался а я щас попытаюсь все таки еще и чат вывести на экран если у меня получится как там еще было реку нет ой олежа из харькова как давайте я сейчас быстро прочитаем то что читал часа два назад там было попроще общаться я с человеками нормально если кто кому что-то не нравится давайте до свидания мандруйте маленько просто не понимаете ситуацию значит смотрите добрый один человек мне вот предыдущей конференции сообщил там трагедия в общем родственники раком скажем так заболели у меня есть рецепт который можно вот если этот рецепт ну лекарство выпить то следующий раз через шесть лет я не знаю в интернете она или нет если нет но чем уникален этот рецепт значит на 98 процентов вероятность того что если вы пропьете этот напиток то вы не подвергнетесь заболеванию рака значит звучит он так тщательно промыть меня надеюсь слышно коллеги по крайней мере я тебя слышу не знаю кстати ехо пошло я кого-то услышал себя в этом так смотрите чтобы не заболеть раком 98 процентов есть что это поможет ну тщательно промыть от очистить 350 граммов чеснока мелко нарезать потереть сосуде деревянной или фарфоровой ложкой 200 200 грамм этой массы взяв ее снизу где больше сока положить стеклянный созуд потом взять 200 граммов 90 процентного спирта сосуд закрыть и хранить в темном прохладном месте 10 дней затем массу процедить через плотную ткань отжать через два-три дня можно начинать употребление пейте каплями с холодным молоком тут важный момент пусть не вздумайте в магазине покупать молоко купите настоящие козье или коровье спирт естественно медицинские не технически вот по схеме молока 1 дробь 4 стакана пить за 15-20 минут до еды до полного использования повторный курс лечение применения тока можно через 6 лет теперь это все принимается в течение 11 дней первый день завтрак две капли обед две капли ужин три капли второй день 4 капли 5 капель 6 капель третий день 7 капель 8 капель 9 капель 4 день 10 капель 11 капель 12 капель 5 день 13 капель 14 капель 15 капель 6 день 15 14 13 капель седьмой день 12 11 10 капель 8 день 9 8 7 капель 9 6 5 4 капли 10 три капли две капли и одна капля 11 25 на завтрак 25 на обед 25 на ужин то сделайте такой напиток пропиваете и никогда раком и скажем так с болезнью рак не вы на 98 процентов не столкнетесь кстати недавно в чате часа три назад задали вопрос и получилась такая ситуация у меня есть землячок олежка он может чате по им появиться и подтвердить у него мама заболела раком и они речными раками настояли на спирту лекарства излечили ее от рака не задали вопрос а почему рак называется раком и мне пришла мысль в голову а не может ли это быть связано с тем что секрет излечения от этой болезни является речной рак и поэтому рака назвали рак значит те кто попал к максу на канал и не понимает происходящее дело в том что я понимаю вы немножко удивлены каким образом котлеров пришел и почему он тут вещает дело в том что есть канал в интернете называется котляров fm по техническим там неполадкам он временно не транслирует канал идет постоянно круглосуточно макс добрейшей души человек просто пошел навстречу и так как эфир обвалился вопрос а почему рак называется раком канале капляров fm мы временно перекочевали сюда не может ли проснется главный технарь возможно мы опять вернемся на канал fm да самое прикольное что это вообще первый эфир который я организовываю и это было спонтанно я как бы у бэйс у меня стояла но я им никогда в живую не пользовался я вот пытался сейчас на литву разобрался в настройках более-менее сейчас я так понимаю чат уже выводится на видео до туда в трансляцию можете посмотреть ребятки и а вот сейчас я понял я имею ввиду про трансляцию про трансляцию чата тут меня еще перегружает по моему то ли канал то ли интернет подгружает звук вот котлерово славу хорошо слышно вот кто там еще у нас в чате так вот татьяна 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 плотная немножко пропорции когда я сейчас получше стало да да это по поводу молока чесноком похоже вообще на такую протеопаразитарную программу ну как это так какого паразита забрызгать на это ослабил организм таки кандиды ну говорят что рак развивается большими темпами начал развиваться в организме так мне кажется что это больше как опротеопаразитарная программа а кстати на настойка на раках там не знаю что вообще это был плацебо у нас стояли рак женщина уверовала может и правда помогло мне я вам ребят по поводу рака хочу что сказать я когда вот несколько лет назад сыроедение вот это вот занимался увлекался райзи мне очень много людей в друзья добавлялись в контакте не писали свой скажем так опыт и вот ни одна девушка говорит вот добавляется в друзьям в контакте и говорит ну значит что там как дела и вот сыроед его ну да игру она верну я тоже вот пробовала сейчас уже нет но вот она рассказывала свой опыт рассказывала что она как бы вылечилась таким образом от рака то есть она вот питалась фруктами одними ну опять же насколько правда неправда но смысл ей обманывать добавляться ко мне друзей просто канитель задвигать то есть вот такой интересная вещь кстати ребята тут спрашивают вообще кто вы тут такие ребята меня зовут Таня я занимаюсь мэйдом уже два года что я делаю здесь я слежу за творчеством я слежу за информацией Макса Беляева в том числе Юрия Тимонского в общем все этой бравой команды я просто обычный слушатель который скажем так выпала честь попасть мне слушает Татьяна да вот тут пишут плохо слышно женщину плохо слышно вот надо наверно что-то с микрофоном там я не знаю вот потому что как бы мне сейчас тяжело понять вообще Макс реально очень плохо слышно да ну вот такое знаешь чувство что у тебя эхо отдает ага короче смотри Макс мне только вечером микрофон вернул я его просто забыла в гостях я пока выхожу из трансляции не буду вам тут мешать хорошо не буду не 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 так не пойдет нам нам женщины нужны да Танюшка ты выходи Макс открою тебе тайну никому не говори Танюша живет километре от меня у кого эхо вы у кого эхо ну это у Танюши сто процентов я понял Слав ну давай подтягивай кто там еще живой потому что я сейчас немножечко хотел тут перекусить я только проснулся не пожалуйста смочного а я тут тоже ем это сырок я понимаю да чтобы мы просто так ребят не держали это ребят а что держали во первых мы сейчас это Вячеслав Котляров это разгонит троллей которые Котлярова не любят либо они его полюбят ха 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 либо они просто убегут ну как 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 я смотрю скайп могу по аналогу Котлярова ФМ сказать что все желающие могут присоединиться к онлайн трансляции дело в том что на канале Котлярова ФМ абсолютно любой человек абсолютно любой и может присоединиться дело в том что из-за того что на моем основном канале пошли тоже определенного момента неполадки мне пришлось создать другой канал новый год мы встречали вот таким образом то есть в чате висело 20 человек имеются в виду не в чате а в скайпе и 70 человек были в онлайне и мы фактически 100 человек грубо говоря встретили этот новый год в таком формате мои уважаемые слушатели и зрители могут подтвердить подписчикам Макса Беляева что провели всю ночь встречая новый год на канале Котляров ФМ то есть есть такой формат есть такая возможность круглосуточного вещания вот поэтому Юру ну Юру давайте позовем да теперь подтяните его сюда хорошо имеется ввиду Юра Тимовский но скорее всего будет вернее если ты его позовешь потому что если я его буду звать есть большая вероятность что он отклонит мое приглашение я просто приглашал его на свой канал и и получается на этот новый год были самые титаны и акулы так сказать это в вопросах всевозможных разоблачений у меня ночью был Макс Беляев у меня ночью был Стрэнджер то есть все да Стрэнджер кстати перебью немножко Стрэнджер кстати очень долгий такой был скажем так диалог с ним не диалог а вообще вот эта вся конференция интересная такая была вот все успели вдоволь наговориться было обалденно а по поводу вот пишут бездрожжевой хлеб тут все такое тут какие-то советы идут это по поводу выздоровления от рака да чтоб типа дрожжи вот Макс кстати это просят рассказать вот опять тех идет но это точно не у меня это про морского черта дело в том что я уже буду эту историю рассказывать третий раз но то что ты услышишь Макс тебе это просто и поразит и улыбнет и озадачит и для тебя это будет абсолютно новая информация есть уже две записи где я рассказываю про морского черта значит те кто не слышал как говорится держите ушки на макушке значит тенденция такая существует на морском дне Макс ты тут да да я тут я просто кушаю и слушаю да 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 смачного это я в первую очередь хочу сделать упор на тебя потому что мои слушатели и зрители они в принципе эту уже тему слышали поэтому я хочу с тобой поделиться и с подписчиками добрыми светлыми подписчиками твоего канала значит самка морского черта она в размерах как правило в десять раз больше так сказать самого черта да морской черт можете погуглить у него там такой фонарик на лбу да вот и получается ситуация такая идет о том что среди рыб и насекомых распространена такая модель что самец всегда может быть значительно меньше чем самка ну вот помните по аналогу черная вдова то есть она всегда больше она совокупилась а потом съедает его да ну или иногда чтобы его не съели он ловит муху ей заворачивать такую оберточку и своей суженной несет пока она там лакомиться этой мухой он залез так вот черта морского происходит еще гораздо меня лучше чат не читать потому что этот полоумный до сих пор ну да, ты не отвлекайся да, все, я просто сдвинул экран, я понял, что это на моей страничке такого нету а у тебя в гостях есть люди, которые не понимают, ну мне вообще больше нравится, когда начинают ко мне относиться негативно а потом это все равно перерастет в позитив иногда гораздо хуже как человек, говорит, мной переболел но это замечательно, Макс прекрасно знает что я разгоняю всех подписчиков своего канала, так вот, я не отвлекаюсь морской черт это я приводил своим слушателям и зрителям чтобы объяснить, как работают лярвы дело в том, что лярва некоторые, они такого порядка, как и самка для морского черта и лярвы, они порождают большое количество неадекватов и троллей значит, как происходит с морским чертом когда он к ней пришел на свидание, Макс у него там свидание происходит таким образом она открывает свои лона морской черт туда заныривает она закрывает свою лона и больше не открывает он находится там постоянно то есть, если нужно его покормить она там что-то там, грубо говоря, как на аквариуме посыпала ему там хлебушка он поел если она захотела интимной близости, она ему такой шалабан дала, грубо говоря, в лоб вот он более начинает дергаться там, попрыгал, попрыгал все, она получила удовольствие успокоилась лярвы действуют так же само то есть, они вот взять, к примеру, Дан Касана и Дан Касан залез вовнутрь этой лярвы лярва захлопнула вот это вот это все свое и теперь вот Дан Касан когда находится в этой лярве лярва ему такой раз шалабан бьет и он такой раз разоблачение снимает на Тимовского на Беляева она ему бац еще по жбану он снимает разоблачение на Стрэнджера на Кристину она ему еще раз по жбану он снимает разоблачение на Котлярова причем Котлярова у него самый популярный становится 98% роликов Дан Касана посвящены Котлярову ну я Дан Касана жалею, потому что когда находишься внутри вот такого такого и тебя как бы ты залез Дан Касан и ты уже оттуда никогда не выберешь ты до конца своих убогих дней будешь получать шалабаны от лярвы и будешь ей доставлять удовольствие вот точно так же морской черт находится постоянно внутри своей самки доставляя удовольствие и так сказать плодятся они и размножаются точно так же как и лярвы которые захватили того же Легиона Бро вот кстати по поводу Легиона Бро хотел сказать тут я смотрю в чате ребята пишут что они были среди тех 70 человек которые были онлайн значит в тот раз и в новогоднем эфире Новым годом Юри да Юр привет с Новым годом тебе с Новым годом Юри смотрели смотрели как ты с МКС поздравлял очень-очень-очень рад ну вот но сейчас я договорю уже про Легиона значит какая ну вот эта вся интересная версия была у меня настроение просто такое веселое заводное было и тут Легион тут меня позвали случайно где-то на третьем часу вот этого пятичасового эфира на институте Б ну и соответственно все могут его посмотреть новогодний эфир мы с ним как бы так поругались хорошо так поругались ну вот но на самом деле вот говорят ты там обижаешься на него я на него не обижаюсь я обычно злюсь но на него я даже не злился я просто негодовал просто негодовал естественно я думаю ну надо трэш какой-то устроить но все-таки Новый год ребят все были конечно в шоке все писали да как так мы тебя таким никогда не видели я думаю ну надо же разорвать шаблон я простой живой человек я могу испытывать эмоции я могу выходить из себя я могу там негодовать и это нормально чё чё прикидываться чё лицемерить да я такой какой и есть ну блин ну что поделать поэтому как бы на самом деле то что было там вот эта вот дискуссия с Легионом Бро в принципе у меня нет на него там ни обиды да и даже элементарная злость я даже его в какой-то степени понимаю потому что он я в его возрасте ну по сути был примерно очень похож на него и даже если кому-то интересно может быть в чате даже ребята кто был и на том эфире и здесь отпишутся если им интересно мы можем диалог отдельно с Легионом Бро сделать единственная там проблема какая он перебивает постоянно вот невозможно вот это невозможно а так в принципе нормальный малый чё ну как бы иногда его заносит там раскачивать а так в принципе никакого зла я на него не держу это просто вот объяснение того что там было да я там чинзана выпил нормально немножко расслабился вот ну хотя я крепких стараюсь не пить сейчас раньше пил крепкие алкогольные напитки сейчас их стараюсь не пить то есть я вот сейчас проснулся у меня нормально всё не болит голова то есть при этом я как бы вроде был пьяный вот а если раньше я мог выпить нормально так что-нибудь такого 40 градусного или 50 градусного а на утро у меня была больная голова и вы бы меня таким бодрым с утра сегодня не видели 1 января то есть вот такая вот ситуация Юр мы тут вот тебя позвали потому что смотри у Славы был вчера эфир там мега эфир 19-часовой и у них а это всё организовывал этот как его Женя Суворин Евгений Суворин да 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 Евгений Суворин организовывал но говорят что он заснул на клавиатуре и был храп в прямом эфире я шучу конечно вот и значит я решил в коем-то веке впервые в жизни организовать эфир вот причем халпа никакого не было вот мне тут Слава по шагам подсказывал более или менее вроде как получилось вот и мы решили это дело всё возобновить всё-таки у меня первый эфир в 17-м и вообще в принципе это первый эфир на моём канале ещё до этого никогда не было вот если мы это дело откатаем то можно в принципе мою площадку в том числе тоже использовать я ещё потом в записи посмотрю не тормозит ли там интернет у меня в принципе не должен и в принципе можно как площадку использовать без всяких там вот этих донатов вот это вот когда люди толком даже вопрос не могут задать если у них там электронной наличности нету а здесь мы можем в принципе из эфирова зачитывать вопросы все отвечать на них то есть в принципе вот так вот если это пойдёт вот такой вопрос ты как вообще как отметил я только за как бы хорошо было бы если бы такое получилось было бы классно хорошо как вообще у тебя настроение как ты настроение да ничего вроде нет я же как бы уже давно не употребляю как бы не отмечаю практически понял понял Слава ты там ещё да я здесь а то мы тебя да а то мы тебя перебили как-то некрасиво ничего страшного я я в принципе как бы это не против если наши замечательные так сказать друзья Макс и Юрий это будут больше меня доминировать в данной беседе просто формат моего канала заключается в том что любой желающий может постучаться за спасибо и принять участие и если у Макса получится аналогичная схема это будет великолепно почему потому что есть люди которые никогда не придут на котляровый эфем эфем но есть колоссальное количество людей которые уважают Юрия Тимовского ценят Макса Беляева и если появится у Макса такая замечательная площадка и если Макс будет приглашать на нее я буду приходить там конструктивно выдавать пару-тройку вопросов и покидать почему потому что сейчас получается система такая у меня я только сплю там 5-6 часов а потом я включаюсь котляровый фэм и постоянно общаюсь со зрителями и слушателями то есть не знаю Юра сталкивался или нет вот этот новый год мы встретили в самом скайпе 20 человек висело и нас смотрело зрителей порядка 70 человек грубо говоря и любой мог постучаться зайти реквизиты выполняют большую роль декорации вот как говорится ну потому что так принято за все эти эфиры я могу показать даже расшарить у меня там 102 рубля набежало что я в принципе не сокрушаюсь особо и всегда говорю что намного важнее вот этот каминный эфир потому что многим людям было приятно прийти и увидеть ну как вживую пообщаться со стренджером Юра вчера у нас был в гостях стренджер вчера у нас был в гостях Макс Беляев мы звали тебя но ты улетел в космос и поэтому мы ждали когда ты возвращайся к нам скорее вот опустела без тебя земля вот поэтому такой вот формат это конечно замечательно абсолютно новый виток но так как у меня железо не тянет все происходит на компьютере у Евгения Суворова Суворина который заснул на клавиатуре и эфир упал но я в этом ничего страшного не вижу там Юра сталкивался или нет по своей неосторожности это Джека немножко убил мой основной канал то есть мне кинули страйк просто Женя в прямом эфире выводил картинки эротического содержания и поэтому кто-то в чате нашелся который незамедлительно среагировал но не было бы худо без добра я приведу пример я уже приводил открою тайну вы помните вот этот страйк который рассказывал что парень севера Руси Василий и Денис Команков убили мой самый первый канал теперь я могу сказать открыть карты когда они его убили они мне дали возможность зарабатывать деньги потому что мы с Сережей Тарасовым предпринимали попытки запустить там возможность чтобы копеечка капала для интересующихся я могу сказать до того пока Женя не подубил мой канал мне там в месяц капало 50 долларов вот и когда Денис Команков и парень севера Руси Василий убили мой канал и я создал новый благодаря им я начал зарабатывать какую-то копеечку поэтому уважаемые слушатели и зрители никогда не отчаивайтесь не падайте духом не было бы несчастья не было счастья да несчастье помогло то же самое как вот и вот сейчас произошло то есть открылся новый канал и новый эфир передаю слово так так а у нас еще кто-то тут есть подожди-ка Алексей Минин Алексей Минин да самый главный у нас он молчит молчит ничего не говорит да Алексей ты с нами ну он тоже кстати всю ночь сидел в этом новогоднюю ночь поэтому возможно он спит ну формат 24-часовой трансляции конечно очень хорошая вещь но такой формат надо чтобы за ним следила целая группа людей то есть вдвоем одному такой формат вытянуть невозможно в течение месяца произойдет физическое истощение произойдет умственное истощение просто не сможете вы продолжать такой формат потому что это невозможно уже устаете уже там падаете во сне там кто засыпает на ходу кто там по очереди так это невозможно даже вдвоем вы не сможете вести такой формат а так формат конечно очень хороший видео как бы смотрел да видео как радио то есть люди могут прийти поговорить пообщаться даже даже без вас вы можете куда-то у тебя не могут между собой поговорить но нужны модераторы круглосуточные То есть, либо надо вам делать как, либо находить вам людей, за которых вы будете уверены, которые будут с разных часовых поясов, которые смогут, и свободные будут, которые смогут в разных местах в разное время суток проводить модерацию данного канала, иначе ничего из этого не выйдет. Так, есть, Юра, я добавлю, это Алексей, будем знакомы с кем, кто меня не знает, да, я вот как раз из модераторов, так сказать, да, просто нужно, мы еще не отладили вот этот процесс, да, так сказать, ну, вот четыре дня этот радио FM работает, котлеров FM вернее, да, и приходится вот спать там, просто засыпаешь во время слушания, людей, которые выступают в эфире, и, как бы, еще не отладили, вот и все, сейчас вот готовлю себе тоже нормальный компьютер, чтобы можно было запустить, когда один ушел, другой подключился, вот так, в принципе, и задумано было, вот, но факт тот, что все четыре дня люди приходят, и вот там 30, 40, 50, 60 человек сидят постоянно все эти дни, самое большее, сколько, до 160 доходили. Вам надо больше команду, потому что вы не сможете, это вам сейчас 3-4 дня, это ерунда, а месяц, два, это... Да, определенная посменная работа должна быть какая-то. Ну, еще, ну, вот кто желающий, я вот бы изъявил желание это, понимаешь, там, Юра, ой, Вячеслав объявил об этом, да, давайте, типа, такое сделаем, я сказал, давай, я готов, вот он, как говорится, подписался под это дело. Очень интересный, и ни вскоречки не жалею, понимаешь, потому что такие люди, которые прошли уже за это время, они очень интересные всех, с разных городов, стран. И вчера вот из Кипра вещала девушка, там, у нее из Германии очень долгий был разговор с женщиной, которая там живет уже 10 лет. И много разных положительных, интересных людей, которые... Эстония, Канада, ну, и ряд других стран. Да. А технический вопрос, я думаю... У нас сейчас, кстати, уже 81 человек смотрит. Это все наладится, найдутся также желающие, которые решат поддержать и взять такие же функции на себя, я думаю. Вернее, я надеюсь, да, что так-то будет. Ну, тут, по поводу модерации чата, у меня, видишь, у меня фильтр, в принципе, неплохо настроен, спам-фильтр. Там у меня куча матерных слов, и вот я смотрю, они сами тут... То есть, вручную даже этого, в принципе, не нужно делать. Просто не нужно материться в чате, я думаю, и будет все нормально, адекватно. То есть, вот такая вот... Ну, многие вот у нас на канале, ну, там, на ФМД, понимают это и просят даже не писать там, как бы... Ну, бывает, заскакивают такие вот, ну, разные личности непонятные, которые через слово у него мат, например. Ну, ты зачем он такой нужен? У нас светлые, добрые люди, которые просто пришли пообщаться и радуются, пишут много положительного, что, о, это супер-пупер, я тут самый лучший Новый год, который я встречал в жизни, и там, и прочее. Такие вчера положительные отзывы были. Ну, да, согласен. У меня вообще такого Нового года никогда не было. Чтобы я в двух эфирах параллельно, плюс еще нужно находиться в реальном мире с людьми. Вот. Очень интересно было, да. В общем, классная идея. Слав, а ты тут... Да, я тут, я настолько удивлен, что... Сейчас я попробую переманить, просто 33 человека по-прежнему ждут, когда... У меня на котляру FM все запустится, поэтому я сейчас скину ссылку и скажу, что... Понимаешь? То есть, люди даже не хотят выходить. То есть, это они все ждут и ждут. Ну, да, можешь, в принципе, сюда их перетягивать. Так я так и хочу, я сейчас это перетяну. Вот. Поэтому я в своем обращении к новогодням так и сказал, что... Планируется встреча Нового Года, которую вы никогда не встречали в своей жизни. В принципе, многие приняли участие впервые в жизни в такой уникальной встрече Нового Года. Вот. Сейчас я пока передаю слово. И сейчас будут ссылки кидать к Максу своих добрых слушателей и зрителей. Нам бы, Слава, еще такой момент. Нам бы сюда, именно в скайп, побольше людей из прошлого эфира, если кто может. Вот. Потому что, ну, чем больше людей, тем лучше. Так вот у тебя как раз сейчас сколько? Уже по 100 человек, то есть ты можешь... Не-не-не, я имею в виду о другом. Я имею в виду сюда в скайп спикеров. Спикеров, которые будут говорить, чтобы вот этих вот у нас пауз не повисало. Тишины. Пауз тишины. Сейчас все, кто есть из тех, кто раньше увещал... Да, да, всех сюда подтягиваете потихонечку и будем общаться. Спит народ, что понимаешь. Все же ночью встречали, а теперь надо отдохнуть. Там процессила еще жесты. Все знают теперь, что там можно прийти обратно вернуться и опять всю ночь сидеть по несколько часов. Сейчас мы же кого-нибудь добавим. Так, а на институте бы как-то было все, поначалу все посерьезнее было. Я туда заходил, вот. А потом, конечно, началось, как обычно. Трэш. Ты посмотрел, это трэш Галима, особенно коллегиона туда приглашает. Ты слышал, как я с ним ругался? Ну, я маленько послушал, так, ну, да, слышал. Мне тут, да, мне уже стали предъявлять, говорят, вот ты злой ты, оказывается. Вот какой. Я говорю, да, вот представьте, я такой, я могу испытывать еще и эмоции. В общем, вот такие вот дела. А, возможно, Макс, ты не знаешь, что я до тебя выдал почти то же самое. Ты, наверное, не толкнул. А, в этом же эфире? Нет, я его не слушал. Мне некогда было. Представляешь, у меня вот эти два эфира, я их на паузе держу в скайпе. Плюс еще мне надо, как бы, тут с людьми отмечал же, как бы, немножко, да, и все такое. Еще нужно выйти салют, посмотреть, и все такое. Вот, поэтому, естественно, я, оно мне включено было, я, как бы, слушать, слушал потихонечку. Я даже, скорее всего, не осилю эти эфиры, там, пятичасовой эфир, и вот этот вот, сколько, 19 часов он уже шел, твой эфир. Я их, наверное, не осилю даже вот в записи посмотреть, и, скорее всего, даже пытаться не буду. А, да, зачем смысл время тратить? Причем, я, кстати, не знаю, вышел я после тебя с этими криками, в таком же ждухе они были, или до тебя, ну, там у меня получилось по-другому. То есть, когда я, ну, Саня Толстых написал, подтягивайся, а я был в своем эфире, ну, думаю, я просто зайду, поздороваюсь и поздравлю с Новым годом. И вот эти пришелепковаты, ну, надеюсь, они станут добрыми и светлыми людьми, которые, когда меня видят, они начинают там в чате всякую ахинею писать. То есть, до ихнего мозга даже не доходит, что, как бы, я, как, сам проявляю инициативу. И когда они кричат там Саше или Максу, убери Котлярова, убери, убери, зачем, зачем ты его добавил? То есть, люди даже не понимают, что среди блогеров есть, как говорится, свой небольшой такой, скажем, круг общения, который не влияет на предпочтение подписчиков. Хотят они видеть того или другого. То есть, допустим, кто-то будет Юру материть, там, ну, не материть, ругать там в чате у меня. Но у нас это все быстрее будет происходить, там безжалостно Евгений Суворин, он просто расстреливает любое это агрессивное проявление, не очень. Поэтому у меня такого, конечно, не будет. Чтобы там кто-то там Юру пытался, скажем, обозвать или Макса, вот, передаю слово. Да, вот тут в чате пишут, какова тема эфира, чат читаем, следим, да, все нормально. А эфира, тема эфира нет, скажем так, на вагоне просто эфира, это вообще тестовый такой эфир, я запустил, никогда этого не делал, вот, и мы тут совместно Слава попросил организовать, потому что у них пропал звук на эфире, вот. Ну и, соответственно, темы, любые можем темы обсуждать, в том числе вопросы можете задавать, потому что, так как это первый такой интерактив, по сути, у меня с моими подписчиками, в том числе, то и мне, и Юре, в принципе, и Славе, кому угодно, можете задавать прямо в прямом эфире вопросы. И мы прямо сразу же здесь будем озвучивать ответы, то есть, в принципе, не проблема. Вот, время, какое время, они спрашивали, непонятно вообще, о каком времени речь, у меня сейчас 14 часов 11 минут по Москве, вот, у Слава, наверное, кто, сколько времени у вас, ребят? У меня 16.10. 13 часов. Юра, а у тебя сколько времени сейчас? У меня 7 час вечера. О, слушай, ну да, у тебя вот именно, обычно, знаешь, как Институт Б в 7 часов там организовывает эфир, вот у тебя примерно попал, а так у тебя, я так понимаю, уже ночь в основном, ты, надо как бы тоже сон, сон, жизнь, тема эфира, ребята пишут в чате, вот, да, жизнь, жизненная тема, любые вопросы, абсолютно на любые вопросы, прям без прикрас, без лицемерия могу отвечать сейчас. Вот такие дела. И вот наступила тишина. Да, такое иногда бывает в эфире. Так, значит, что тут пишут, просто котировал выделять 50 баксов, пусть, так, ага, понятно. Так что мешает, ну пусть выделит лепс. Да, я думаю, да, в принципе, пусть, да. Слава сейчас скинет кошелечек, и, пожалуйста, мы ждем 50 баксов на компьютер нам как раз. Ой, это называется Горбатого могила исправить, то есть, настолько люди... Ну, кстати, есть позитивные комментарии, вот, наконец-то Юра, Слава и Макс вместе, спасибо вам, ребята. Поплый ветер, пишет. Да. Вот тут сейчас, может, Андрей Березин нам появится. Очень тоже интересный человек. Побывал, живет в Англии, был в Африке. Стихи пишет, лома фотографией занимается. 20 лет по морям ходил. Пока нет, это я же не берет. Я же говорю, он испят, наверное. Ну да, у нас, конечно. Вот Елена, которая в Германии живет, она же тоже учитель, как говорится, языка русов. Довольно такие интересные вещи вчера в эфире рассказывала, делилась своими соображениями. Это же просто заслушаться можно. Интересный вопрос тут пишет человек. Вопрос по мобильной связи с Нокией, старое отпало гнездо для сим-карты, вместе с ним. После чего я позвонил на другой номер и звонок пошел на другом телефоне, показалось скрытый номер. Что это может значить? Интересно, глюк какой-то просто может. То есть, я так понимаю, из-за какой-то вот именно неполадки механической, скрытый номер. Номер стал скрываться. Он ждет уже не помоложую часть, которую он подсказывает, а постарее его уже ищут. И все, наверное, я сейчас закрываю чат и не буду видеть, потому что я понял, что с дегенератами будем расправляться аккуратно и грамотно. Все, чат закрываю, не читаю. Да, вот пишет Дмитрий Мухин, благодарность Максиму за освещение темы про самолет. Смотри, вот, может быть, вот это то, что ты спросили про симку, сделано, как раз симка дает идентификацию, а то, что и она может быть, по сути, ей не нужна вообще, если телефон может звонить. Просто не будет отображаться, кто звонит, звонящий. Ну, тут же другой вопрос. Есть же такая еще услуга в мобильной связи, где, скажем так, можно скрывать номер телефона. И вот каким образом вот это делать? Ну, это просто за бабло делается. Да, я понимаю, я имею в виду, что этот номер скрылся, но если ты сделаешь распечатку звонков, ты все равно узнаешь, кто тебе звонил. Даже если ты за бабло вот эту вот услугу купил. А вот вопрос, если у него не определялся номер, он все равно будет виден в распечатке или нет? Вот это мне интересно. Без сим-карты никуда не позвонишь, это во-первых. То есть невозможно будет сделать без сим-карты. Ну, на экстренные же службы можно звонить? Включена какая-то ранняя услуга, типа антиопределитель номера, вот и все. То есть просто получилось из-за механического повреждения антиопределитель, получается, так? Не, может быть он и был подключен ранее, просто забыл человека, вот и все, надо спросить у него, как. Может быть, просто не помнил, какие услуги были. Ну, давайте как вариант. Так, по поводу самолета, тут она. Я вижу Андрей Купцов в онлайне, вроде зелененький, горит у меня в скайпе. Ну, можно его, в принципе, тоже сюда перетянуть. Все, добавить его? Да, 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 конечно, конечно, чем больше народу, тем веселей. Андрей Кеордж Купцов. Примет, примет. Тут вопрос задают. Если в Антарктиде видно два солнца, то может стоит двигаться в сторону второго солнца, чтобы попасть в соседнюю соту. Вот. Это Слав, ты тут? Слава! Так бывает, пропадает. Да, все вопросы связаны с сотой, и мы передрисуем Вячеславу Котлерову. Нет, я сказал, что в нашей соте, если хотите двигаться, то двигайтесь четко на север. Солнце здесь ни при чем. Потому что, если вы все-таки пересечете Антарктический круг и попадете в соседнюю южную соту, то там условия для нас, белорозовых, значительно хуже могут быть. А если двигаться все время на север из соты в соту, с каждой сотой будет, ну, скажем так, менее коварней для нас. Пока ничего добавить. Значит, вопрос пишут, Макс, я смотрел твой обзор про 154-й погибших. У меня вопрос, зачем эта сценировка, или чего есть ли реальные жертвы? Ну, как минимум, люди пропали, и, скорее всего, есть жертвы. То, что какая-то эта мутная история с этим самолетом, это да, это не я один об этом говорю. Многие об этом говорят, в принципе, тут очевидно. Вот, для чего есть сценировка? Ну, я тоже знаю и слышу эти все версии. То есть, я не в каком-то бункере нахожусь, где до меня не доходит информация. И, как бы, для меня это версии. Я как раз-таки отличаюсь тем, что, ну, стараюсь, по крайней мере, вести себя так, чтобы не принимать ни одну из точек зрения. И пока вот я так себя веду, у меня более-менее получается где-то какой-то вот соблюдать баланс. Вот, чтобы ни в одну, ни в другую сторону не загреметь. Потому что я прекрасно понимаю, что пока я наверняка не знаю чего-то, я могу ошибаться и быть неправ. А если это так, ну, это очень, ну, скажем так, ну, тяжело. Вот. А что, купцов, не получается его добавлять, да? Ну, не берет, да? Нет, он теперь в скайпе, в чате просто, видишь, не ответил на звонок. А, кстати, да, ребята, вот говорят, сим-карта нужна для регистрации абонентов в сети, но есть услуга и без регистрации абонента, экстренные вызовы. И, кстати, вообще можно без сим-карты позвонить в 112. Ну, это 112, да, на сотовый ты не позвонишь, там 8904, там, ты тут уже не позвонишь. Нет, я понимаю, но возможность самого звонка без сим-карты есть. Есть, есть, конечно. Так, это интересно, он должен такой человек подметил. Просто, мне кажется, стоит какой-то ограничитель, что только звонить на экстренные службы. А если бы убрали этот ограничитель, то можно было бы звонить ей на любую. Ну, кстати, как вариант, кстати, наверное. Хотя, какой номер-то набирается, если мы номер привязываем к сим-карте, то, получается, что набирать-то надо будет. Тогда, получается, что, наверное, каждый мобильный должен иметь какой-то свой номер. Потому что если 112, это какая-то базовая станция, да, и все мобильные могут звонить конкретно на этот номер, на одну станцию. Ну, а потом уже там распределяется по всем этим службам, в экстренном смысле. То есть, это, по сути, сим-карты, это идентификатор, чтобы... Я так понимаю, что можно было просто тупо звонить, какой-то софт поставить там на этот телефон, на смартфон и звонить с любого номера вообще. И была бы полная неразбериха, скорее всего. Кстати, вот со скайпа, когда я звоню кому-то на мобильный, именно со скайпа, у меня определяются номера, то там московские, то питерские номера. Причем номера, существующие, туда можно перезвонить, а там поднимут люди трубку. Вот это вот интересный такой момент. Так как у меня в скайпе, ну, скайп, получается, у меня не привязан номер именно. И я, получается, каждый раз с разных номеров могу звонить, если когда звоню на мобильный. Интересно тоже такая тема. С годом сурка. Всех с годом сурка поздравляют, бункер М. Так, значит, ребята пишут, отсюда симка, это только фикция. Да, ну, а имей, кстати, да, имей, он же в самом телефоне вшит, правильно же я понимаю? Это же уникальный вот номер, по которому отслеживают там координаты телефона. То есть, в принципе, как я понимаю, да, связь только для идентификации номера именно, чтобы неразберихи не было. Потому что если я начну звонить вот так вот, как я со скайпа звоню, с подстановочных номеров, с левых, мне обратно позвонить не смогут. А мне как бы хотелось бы, если я кому-то звоню, чтобы мне потом перезвонили, например, нашли меня вообще в этой мобильной сотовой сети, скажем так. Сотовая, кстати, сеть сотовая тоже, да? Это вот, к слову, Славе Котлерову. Слав, ты слышишь? Ты тут? Да, Макс, я всегда тут, просто я, чтобы это, выключаю всегда микрофон, чтобы мне мешать. И я, по-моему, уже сообщал, и, может, ты слышал, что если на македонский язык перевести соты, у меня что-то голос сел, видно, от нервов, от хорошего настроения, то получится мобилы, то есть македонского на нас соты, а на македонский мобилы. То есть мобильная связь или сотовая, это просто на разных языках. Допустим, а сотовая земля на разных языках тоже забавно звучит. Допустим, в польском звучат земляные коморки. В украинском, так я вообще такого слова не знаю, стильникова земля. Что такое стильник, я не знаю. Вот, ну и так далее. То есть вариации очень интересно получаются в разных языках. А помните, наши в Антарктиде до озера дорылись, а потом по-быстрому свернули и уехали? Это вот в чате спрашивают. Ну, я всегда говорю так. Нам сказали, что они дорылись, а дорывались ли они? То есть нам говорили, что земля маленькая и кругленькая. Поэтому не факт, что кто-то до чего-то дорывался. Я больше склонен к тому, что это придумано было для чего-то. Как у меня был на глобальной волне, там разок, да, и скорее всего туда не пойду. Там вообще в чат попадают просто нездоровые люди. Если бы вы видели, как они над Купцовым стебались. Я даже видео выложил там в ВКонтакте, можно найти. Голые негры и Андрей Купцов. Глобальная волна. Вот что они там учудили. И там один типа крикнул. Я говорю, нету видео Антарктиды. Но я поменял тактику. Я теперь говорю, не видео Антарктиды мне покажите, а видео Австралии. То есть я решил идти другим курсом. В принципе, от перестановки слагаемых сумма не изменится. Вот я вот хочу сейчас, допустим, для наших уважаемых слушателей и зрителей обратиться там за вопросом к Максу и к Юре. Так как они, как бы, в моем понимании корифеи данной темы. Вот как они могут сказать, существует ли настоящее видео Австралии? И существует да или нет? Ну я скажу, что тема тоже такая уже старая с Австралией. Существует ли Австралия? Не-не-не, не за Австралию разговор, а за видео Австралии. Я понял. Я имею в виду, что, ну да, это все в одну тему, скажем так. Я сталкивался с версией, что вот все, что вот это так называемая Австралия, фактически людей отвозят там куда-то в Африку. И в Африке это все находится. А самого континента Австралии как такового нет. А проверить это, ну, опять же, типа сговор, типа рейсовый, там, из России, например, вообще нельзя прямым рейсом улететь в Австралию. Только через, там, какие-то другие страны. И, то есть, вот таким образом. Вот, то есть, ну, это интересная такая тоже версия. И, кстати, вполне может быть, что это и так. Вот, я стараюсь любым версиям давать жизнь. Юр, что скажешь? Ну, я, как бы, придерживаюсь стандартной точки зрения, да. Ну, как бы, ну, если честно, да. Ну, это то же самое говорить глупо. Существует ли, вот, как, ну, допустим, город Москва, да? То есть, ну, естественно, существует. Естественно, существует. Нет, Юр, извини, с городами проще. Я же не отрицаю существование Австралии. Я говорю, есть ли видео Австралии, вот что я говорю. Есть, Слава, там живут люди, то есть. Ты можешь познакомиться. Да нет, опять ты меня не услышал. Видео с космоса. В онлайне. Я еще вам скажу другую вещь, ребят. Я, когда эту тему, ну, столкнулся с этой темой про Австралию, я пошел в гугл карты, спустился и стал по улицам ходить. Ходил по улицам, увидел, ну, Австралии, да, все понимают. И там есть панорама, панорама именно, вот по улицам ходить. Я имею в виду сейчас в кавычках, имею в виду панораму в гугл картах. И я на одном щите там прочитал номер телефона одной компании. Он хорошо был, ну, его хорошо можно было разобрать. И я его ввел в сервис определения номеров, принадлежности номеров к городам. И получилось Австрия по коду города и по всему номеру, поэтому я его вбил. И получилось у меня Австрия. Вот, думаю, как созвучно. Ну, это так просто. Слушай, так может Буш не оговорился. Может, того, кого мы считали идиотом, он просто знал, как наша модель выглядит. И сказал, помните это, ну, все смеялись, ха-ха-ха, как вот, Макс, помнишь, ты вспоминаешь такой хороший момент, когда все учителя, когда говорились, а еще наши предки думали, что Земля не только плоская, да еще и до шести там или десяти слонах. А здесь не может ли, можем мы допустить вариант, что он оговорился, не оговорился, и надо было это высмеять и потом сказать, а представляете, он перепутал Австралию с Австрией. Вот тоже интересный момент. Ну да, ну вот ребята говорят, что очень много русских людей в Австралии, но они могут сами не знать. Они могут находиться где-нибудь в Африке, например. Они могут думать, что они в Австралии, они будут находиться в Африке. Там много всяких мест, там большая площадь у Африки, там можно спрятать, можно вот эти вот животные, которые есть в Австралии, их больше нигде нет. Те же кенгуру, геномодифицированный кролик, кто-то его называл, да. То есть хитрые вообще животные, по сути, рай на земле. Там не было никогда войн, какая-то вообще непонятная тихая земля такая. Вот, и можно было организовать где угодно, в любом континенте, например, в Африке. И люди будут думать, что они живут в Австралии. Нет, Австралия все-таки есть та, которую нам нарисовали. Дело в том, что с точки зрения тех вопросов, которые я изучал, флоры и фауны, и жители современной Австралии, я имею в виду животные, не могут жить в Африке. Австралия это родина сумчатых животных. Ведь думают ошибочно, что там только кенгуру уникальный зверь. Но на самом деле там есть ехидна сумчатая. Потом там ряд есть. Там вообще, в принципе, если взять всех животных, то они практически сумчатые. Что касательно кенгуру, у нее два стадия рождения ребенка. То есть, когда мать рожает маленького кенгуренка, из влагалища у нее вылазит маленький такой красненький червячок. Он залазит в сумочку мамы кенгурихи. Она, грубо говоря, эту сумочку запечатывает. И этот червячок присасывается к сосочку мамы кенгурихи и начинает уже развиваться до той модели кенгуренка, к которому мы уже привыкли. Поэтому в Австралии есть такие животные, как утконос. Это вообще парадокс. Я вот в шоке, насколько Австралия изобилует таким огромным, уникальной не только фауной, но и флорой. В Австралии парадокс деревьев заключается в том, что они никогда не отбрасывают тень. То есть, именно на этом континенте невозможно спрятаться в тень. Поэтому Австралия, я-то знаю, что она существует. Именно та, которую нам нарисовали. Может, она там будет другого размера, чуть больше или меньше. Это не принципиально. Но то, что этот континент есть, это однозначно. Но я всегда настаиваю. Я хочу увидеть видео Австралии из космоса. Потому что, когда я говорю Антарктиду, мне говорят, как на глобальной волне. Ну как это? Есть много видео, там люди на балалайках играют. Ну как это люди на балалайках? Ну, увезли куда-то, как Макс привел пример, там, где есть снег, да? И сказали, вы в Антарктиде, да? Там на самолете вы прилетели. Откуда вы знаете, в Антарктиде вы играете на балалайках? Или какой-нибудь это, сибирское, скажем так, ну не сибирское, это я так ляпанул, от Вольного. В другой территории. Андрей Купцов вообще идет другим форматором. Он говорит, что Канада это вообще загадочная страна и загадочная территория, которая не раскрыта до конца. Если углубляться на общепринятый север, то Канада скрыта от нас, поэтому там стараются создавать вот это, что там, полеты на Марс, типа, да, там, и куда угодно. Тоже, даже по тем местам, даже не выходя за соседние, как говорится, сотые ячейки. Наш континент, я вот сколько его изучаю, на самом деле, вот там, я не знаю, люди либо и правда полоумны, или не слышат, что при всей той, скажем так, объемности той информации, которую я там, я озвучу сотовой землей, я свободно могу лавировать, даже, я могу даже официальную науку цитировать. То есть, чтобы понять эту соту, мне пришлось выучить относительно досконально современную науку, официальную. И уже понимая местный язык, мне стало легче переводить на те моменты, которые, скажем так, я столкнулся на протяжении всей своей жизни и продолжаю сталкиваться, передаю слово. Да, то есть, Слав, я понял тебя. То есть, ты хочешь подвести к тому, что у нас же говорят там про Антарктиду, про теплые озера и все такое, вот это вот, что там климат, возможно, не такой. Ты подводишь к тому, что Австралия это и есть та самая земля, да? Правильно я понимаю? Нет, нет, Австралия отдельно, Антарктида отдельно. Ага, а я думал вот такой момент, что может быть это кусок Антарктиды и дальше там вообще непонятно, там вот эти вот льды высокие, высоченные, то есть вот это вот, есть другие кадры, то есть интересная вообще тема вот эта вот. Сколько вообще дальше там континентов? Ну, то, что в Антарктиде жарко, это однозначно, это, как уже я 200 раз говорил и повторюсь, то есть, когда вы прибудете, прибудете, да, к берегам Антарктиды, вы столкнетесь с пингвинами и со льдами. Но по мере продвижения в ледяной круг, мне что-то вчера понравилось, вдохи даже уже не заметили, что используют это по умолчанию ледяной круг Антарктиды. Даже шароверы уже настолько это к языку привлекло, прилипло, как я все время настаиваю, что не Антарктида, а ледяной пояс вокруг нашей соты. И по мере продвижения вглубь континента, конечно, мы столкнемся еще с более диковинными животными. Ведь я отношусь к тем людям, которые говорят, что никакой художник не может плод фантазии быть. То есть, даже сейчас в интернете вы можете найти животных, которые проживают на современной Антарктиде. Это и аллигаторы, это там шерстистые носороги, те же единороги, которые, скорее всего, уже выкосили. Но возле берегов Антарктиды, если кто-то не верит, что есть единороги, пожалуйста, погуглите. Есть морские единороги, которые, как и пингвины, пингвины это жители и соседних сот. То есть, они всегда находятся по периметру ледяного круга. Точно так же единороги, вот кто не верит, что существуют у нас единороги, напишите. Точно так же эти животные плавают и в нашей соте, и в соседних сотах. Пока передам слово. Вот OneMan пишет, полеты на Марс будут до 2020 года. Будем ждать, когда людей пачками будут забирать и говорить, что им хорошо на Марсе, а через полгода и видео с Марса дадут. Ну да, как вариант, там и остров Девон. И, кстати говоря, не только на острове Девон тестировали, а вот в Антарктиде, есть и где-то в Википедии сталкивался с информацией, что и в Антарктиде в том числе тестируют, значит, эти все эти планетоходы, марсоходы и все такое. То есть, вполне может быть, что именно туда и будут ребята. Отправляться и думать, что они на Марсе находятся. На Марс они постоянно экспедиции будут откладывать, и никто туда так и не полетит. Это я могу уверить каждого сейчас. Постоянно будут откладывать какие-то проблемы. На пять лет потом опять отложат. В 2025 году, потом в 2030 году. И так оно и будет продолжаться. Мы вот готовы-готовы, но пока еще не готовы. А съемки действительно проводятся и не только на Девоне, да, в Канадских островах, но и где только их и не проводят. И в Антарктиде там на землях тоже проводят. И на Гавайях, и на вулканический остров Мауна-Кея. И где только нет. И в Чилийской пустыне, и везде-везде-везде. То есть, на самом деле, никто никуда никогда не отправлял никакие ни луноходы, ни марсоходы. Ничего этого не было. А то, что Слава говорит, действительно, нету видео с космоса в Австралии, так он прав, с одной стороны. Потому что нету ни одного видео, которое нам показано без искажений. Вообще ни одного с космоса нет видео. Реального. Просто не существует. Ну да. Просто, ребята, когда поднялись. Я думаю, что вся вот эта тема с этой вот шарообразностью Земли и все, что вот это вот происходит по поводу видео, вот этих вот фейковых, там, ретушированных и так далее, они, мне кажется, вот у них был шок, когда они потихонечку начали подниматься там в верхние там слои, там, скажем так, выше там 10-20 километров, когда они столкнулись с тем, что Земля-то плоская оказывается. Нельзя было прийти прямо и сказать, ребят, вот, извините, наука уже, ученых много было, там, эротасфен посчитал радиус Земли, там, не знаю, эти, Коперник, все эти идеи были про шарообразность, и авторитет науки, которая очень хорошо завязана с государством, мог бы просто быть подорван, если бы они сказали, ой, извините, ребят, мы ошиблись. То есть, она все-таки оказывается вот сейчас плоская. Когда они с этим столкнулись, им нужно было продолжать поддерживать версию, что она шарообразная, и потихонечку вот сейчас факты стали подтасовывать. И так, короче, знаешь, когда обман заходит настолько далеко, вот когда ты уже забрехался настолько, что ты у тебя, ты сжег все мосты, тебе нет обратной дороги. Если вот, знаешь, там обманываешь, обманываешь, там, выдумываешь новые факты, тебя загоняют в угол, ты новые отмазы придумаешь, и понеслась. И уже у тебя потом обратной дороги нет, потому что тебя уже, если тебя разоблачат, тебя просто съедят, наверное, ну, в кавычках говорю. Конечно, специальности самых переговоров существуют, якобы Королева с Гагарином, да, когда вот он вылетел в открытый космос на орбиту. И вот даже там, если читать эту стенограмму, что говорит Гагарин, как он описывает, он нигде не описывает, что Земля шарообразна, вообще нигде. Они боялись, потому что не знали, что говорить. Скажем, шарообразна, а вдруг потом узнают, что она плоская. Скажем, плоская, а вдруг мы сейчас там скажем, плоская, а потом сможем все-таки это скрыть, и будет она шарообразна. Во-вторых, когда в стенограмму читать Леонов, когда выходил в открытый космос, это вообще бред, я уже не раз говорил. Его первые слова были. Земля-то, оказывается, не круглая, ой, Земля-то, оказывается, не плоская. То есть, ну, кому это он говорил, для чего вообще, если туда до него Гагарин летал? Ну, это же бред, если, по сути дела. То есть, на самом деле, никто не в то время, вот именно в те годы, в 60-е, да, начало 70-е, никто не знал, каковой формы Земля, потому что никто туда ничего отправить не мог. Все попытки заканчивались неудачей. Все корабли сгорали в верхних слоях атмосферы, просто сгорали вместе с людьми. И даже есть записи, вот где-то американцы записывали, когда ловили они сигналы, как там и женщины кричат, горят, и мужики горят там, кричат, там невозможно, что происходит. Поэтому никто туда не мог вылететь вообще. А вот как вариант, мы вчера обсуждали уже, что когда начали первые запуски, просто не знали, до какого расстояния-то вообще, как, что, почем, то есть первые собакам отправляли, обезьян и прочее, да, и потом в итоге примерно вычислили, где что должно там отстыковываться, как должно все выходить. Если предположить, что Земля у нас плоская, она под куполом, да, и просто долетает до самого края, грубо говоря, купола, то есть прилетала, ракета ударялась в купол и разрушалась в этот момент. Они по своим там данным вычисляли, что бац, ее рухнуло. Ага, значит, надо чуть там по-другому как-то траекторию сделать. В итоге сделали так, что Гагарин взлетел, да, и вдоль по стеночке купола, скажем так, пролетел, увидел, что это дело, а может, и не увидел, он сам ничего. Хотя, может быть, наоборот, увидели за это его, потом и завалили, что он не смог там скрывать это все дело. Вот, что Земля на самом деле плоская, и все летают, и тот же МКС, допустим, спутники летают, просто они летают под куполом, вот под самым крышей, так скажем, этого купола. Ну, полет Гагарина достаточно сомнительная вещь, потому что, я же еще раз говорю, это великое открытие, которое достигло человечества. Человека запускаем на орбиту. Почему с собой не взяли ни одно записывающее устройство, ни фотоаппарат, ни кинокамеру в то время? Почему не было это взято? Ну, что скажут, забыли или что? Это ж такое сенсационное дело, когда это надо было заснять, это первое самое такое, что надо было сделать. Однако этого не было. Никто с собой ничего не брал. Там в интернете гуляет, снимок якобы сделан Гагарином, но это утка, потому что у него есть там прямо именно его интервью, когда он говорил, что на борту не было ни одного записывающего устройства. Это очень сомнительно, что Гагарин вообще куда-то летал, если честно. Потому что сейчас уже в открытую говорят, что по техническим причинам все вот эти документальные якобы съемки, там поехали, и Королевка ключ на старт дает, были сняты уже после полета, потому что изначально этого сделано не было. То есть они признают, что это не документальные съемки, а художественные, и сняты после полета. И дочка Гагарина об этом сама говорит. Да, это было снято после полета. Она как бы не говорит, что он не летал, а то, что было снято после, она говорит конкретно. То есть это, да, это не документальные съемки. Здесь очень много таких странностей, которые на данный момент заставляют усомниться все-таки в происходящем, было ли это на самом деле полет Гагарина куда-то. А то, что существуют спутники или нет, чем это доказать? Ну чем доказать существование спутников? Фотографии со спутников я показал в последнем ролике, что это обычная аэрофотосъемка. Это не со спутников, фотографии. То есть с 1942 года немецкие разведывательные самолеты снимали ничуть не хуже, чем сейчас. Они делают снимки со спутников якобы. То же самое. То есть это обычные самолеты, Google самолеты, которые летают. Если вы поднимете сейчас голову, то в последние годы эти самолеты замучили, они летают через каждые 5 секунд. В разные стороны, вообще везде нет такого места, где, наверное, они сейчас не летают. Вот и все. Что-то тишина такая. Здесь на связи нет вообще все. Да-да, я здесь. Все молчат. Если бы взяли фон на орбиту фотик, то это посчитали рекламой. Это как айфон в космос взять. Да, конечно, конечно. Мне, в принципе, как бы в целом добавить нечего. В принципе, и так все понятно. Если там какой-то вопрос, то с удовольствием отвечу. А так, в принципе, сам по себе мне в данные минуты доносить особо и нечего. То есть все, как бы, и так понятно. Поэтому. Тебе вопрос. Купол имеет вращение? Все имеет вращение. И даже та псевдоплоская поверхность, на которой мы находимся. Почему псевдоплоская? Вот этот, так называемый, закупанный мяч, он не имеет, конечно, идеальную форму доски гладильной. Естественно, он больше к чечевице, я думаю, относится. Но хотя он запросто может быть наша сута по аналогу яйца. То есть желток. Это наша поверхность. Купол это, скажем, вот это скорлупа. Причем я сегодня это впервые в эфире, я не знаю, запишется оно или нет, решил все-таки разгромить сайт Асгард. Немножко пожалел, что не включил эта запись. Ну, как бы, Алексей обратил внимание, что это где-то на 21-м часе начал записывать. Поэтому, возможно, я вырежу, как-то спешу этот момент, где я сайт Асгард по каждому пункту просто уничтожаю. Комментирую каждое слово. Вот. Ну, у меня даже не уничтожение, самого сайта Асгард больше интересно. А где я затронул, затронул очень обширно тему, связанную со славяно-ариями, который, опять же, в интернете, возможно, и можно найти, но думаю, сложно. И вот я настолько разговорился, Алексей, что там насчет купола? Вот я вечно ухожу в сторону, и может ли купол... Вращается он или нет? Что не существует во Вселенной ничего статичного. Вот нету такого, чтобы как палку воткнули в землю, и все, она там торчит. Нет. Все, что мы находимся в нашей соте, оно полностью все живое. Естественно, оно все циркулирует. Если бы оно не циркулило, не циркулировало, было бы все гораздо хуже. Я уже приводил миллион раз пример и приведу еще раз, что люди, которые занимаются рыбками, они дают им кислород, дают там пищу, создают им искусственный рельеф, следят там, вода протухла или нет. Ну, я как бы рыбками не занимался, я могу только догадываться, что там люди, которыми занимаются, делают. Вот так же наши светлые иерархи, вот что там рыбкам еще свет проводят, да. И вот так же наши светлые иерархи, они тоже занимаются постоянно, ну, существа более высокого порядка. У нас принято их называть богами. Вот, поэтому они меняют лампочки, они устраивают там, скажем так, вопросы с ветрами и с погодными условиями, дождями. Вот. А так, в принципе, что касается за куполом, там немножко все по-другому обстоит. Мы же все знаем, что в древних писаниях была такая фраза неоднократно. И пробит был небесный свод, и воды хлынули на землю грешную, да. То есть, и бывали случаи в истории на 600, что купол пробивали, и верхние воды океана потоком сюда, так сказать, заливались. У меня спросили, кто же ее выкачал. Ну, там уже дело десятое. Я же говорю, самый идеальный вариант, чтобы понять, вот как наша сота устроена, это, ну, их много идеальных вариантов. Вот помните, вот эта ж юла стеклянная, посередине юлы находится елочка. Вверху, скажем так, этот, ну, волчок, с помощью которого можно раскрутить. А еще есть, да, там вот эти стеклянные шары, где идет снег. Вот приблизительно мы находимся, грубо говоря, вот по такой же стеклянной, ну, она не стеклянная, конечно. Там все по-другому сделано, просто технологии такого порядка, что даже и не снилось нашим мудрецам. Поэтому купол движется, и может движение купола и, возможно, объяснит, я вот часто слышал этот термин, но никогда не изучал этот вопрос, звездный каскад или как-то оно там, я уже забыл, как оно называется. Вот, возможно, вот этот звездный каскад и объясняет, скажем так, потому что купол постоянно идет по кругу, передаю слово. Ну, как бы, сейчас вам свое видение скажу этой ситуации, да, немного, как бы, последние опыты, многочисленные опыты показывают, на примере гироскопов, да, которые заводят на Земле, что Земля не имеет никакого вращения, она абсолютно статична, то есть поверхность, на которой мы находимся, она не может физически вращаться, и это показывает гироскоп. Если нам говорят ученые, то есть почему начали проводить такие опыты? Ученые нам сказали, что если Земля вращается, если бы Земля не вращалась, то гироскоп бы не отклонялся в сторону, да, то есть как бы, ну, так как Земля вращается, мы можем заметить отклонение гироскопа, потому что на самом деле он отклоняться не будет, но из-за того, что происходит вращение, а ось гироскопа направлена всегда в одну сторону, то есть мы будем видеть отклонение, но опыты показывают, что такого не происходит, ни 6 часов, ни 10 часов, ни 12 часов заводят гироскопы, отклонения никакого нет, то есть гироскоп показывает однозначно, что Земля не вращается. Во-вторых, является ли Земля плоским диском, как мы привыкли считать, как это видно из классической теории плоской Земли? По моему мнению, нет. Земля не может являться плоским диском, и тому множество противоречий, потому что звезды вращаются, действительно звездное небо, в разные стороны, и это уже факт, отрицать его нельзя, опровергнуть никак, пока его не получается, потому что это происходит на самом деле. Земля не может являться шаром, потому что происходит множество разных таких процессов на Земле, которые просто нельзя, они могут быть описаны шарообразностью Земли, то есть не может быть Земля шарообразной физически, не по причине того, что вода на ней держится, потому что, если мы сейчас уберем, что Земля не вращается, то есть конкретно, вот берем опыт с гироскопом, Земля не вращается, вода удержаться без центробежной силы не может, все, значит, Земля не может являться шаром. Какая у Земли форма, вот это другой вопрос, потому что это большая загадка, и в эту сторону надо работать. Пока что я готов сказать, что Земля не имеет форму плоского диска, это 100%, так же, как и, что Земля не может иметь форму шара. То есть пока что вот в таком направлении, дальше я пока не знаю, как бы даже что и придумать, потому что вариантов у меня пока нет. К слову сказать, ребята, нас уже смотрит 128 человек, вот по поводу гироскопа, солидарен с Юрой, еще хочу добавить то, что пытались в невесомости, ну понятно, непонятно в какой именно невесомости, может это с помощью Zero G делали, то есть в невесомости он абсолютно так же себя вел, есть ролики с МКС, ну с МКС, да, вот, и запускали гироскоп, и он тоже не меняет ось вращения, то есть он в одной плоскости диска вращается. Тут еще в чате был вопрос про эротосфена, то есть якобы радиус земли посчитал он еще там, то ли в третьем веке до нашей эротосфены, то ли еще что-то писали. Так вот, по поводу эротосфена, какой опыт, он взял там пару столбиков, ну скажем так, на разных широтах, и по тени на них, то есть, ну когда заведомо у тебя идея протолкнуть, там допустим, ну шарообразная, предположим, земля, он забил два столба, и по тени определил радиус земли, то есть есть очень много роликов, есть, скажем так, чертежи, которые показывают, как он это посчитал, но дело в том, что при модели даже плоской земли, и так же можно это все объяснить, то есть это как раз тот случай, который вот опыт эротосфена, он не доказывает ни того, ни другого, на мой взгляд, хотя ребята, по-моему, Сол Гудман делали, вот эти тени замеряли от столбов, и у них получилось так, что как раз таки опыт эротосфена вообще не срабатывает, именно с шарообразной землей, то есть они 3D модель делали, а вот на плоскости у них вроде как все получалось, тоже вот интересный такой момент с этим эротосфеном, как бы он ничего не доказывает, но это то же самое, как вот и с маятником Фуко, который вот получается там тоже двойные стандарты определенные, то есть вот он там работает, но по какому принципу он там работает, по какому принципу он отклоняется, никто ничего не знает, то есть вот поэтому у меня абсолютно тоже, как бы вот у меня спрашивают, у меня получилось так, что даже коллеги на работе знают и Сол Гудмана, и все такое, и спрашивают, так что ж, все-таки она плоская или нет, как-то вот в лифте ехал с одним коллегой, а я говорю, блин, ну не знаю, не видел, ну как я могу судить о том, чего я не видел, догадываться мы можем, мы можем видеть какие-то подозрительные вещи, и у нас закрадывается сомнение, и мы начинаем изучать эту тему, и начинаем понимать, что что-то здесь не так, что-то, значит, какие-то противоречия, они нас толкают на какие-то там дальнейшие там исследования и так далее, вот, абсолютно, я в принципе готов к тому, что я ошибаюсь полностью во всем, вот, что я говорил до этого, но пока что, вот, видим такую вещь, что, вот, это вот классическая модель мира, она, очень много у нее, скажем так, нестыковок и противоречий, которые просто, мне лично не позволяют верить, что она там шарообразная, что она там вращается, со скоростью 1600 километров, там, на экваторе, условно говоря, в час, и так далее, то есть, такого нет, тут еще вопрос про животных, постоянно его постят, значит, вопрос про животных, а что вы думаете по поводу животных, их разнообразность, почему так много, такие все разные виды, подвиды и так далее, что это, генная инженерия, или откуда всех взяли, и была ли эволюция видов, вот, значит, ну ладно, животные, раз у нас тут по форме земли, пошла, Макс, буквально, два момента, значит, первый, когда я говорю, земля крутится, меня не все понимают, что я имею ввиду, смотрите, если мы берем футбольный мяч, или какой-нибудь, кидаем в воду, то он какое-то время делает вращение, ну, или просто, я, когда говорю, земля крутится, вот представьте, пластинка, вот, виниловая, она ходит по кругу, вот, наш, почти диск, псевдодиск, она, она крутится, не так, как нам показали, что, ну, какое-нибудь там вращение по официальной науке, а этот диск ходит все время по кругу, и не с той скоростью, с которой мы привыкли, при этом диск всегда заваливается направо и налево, то есть берем маленькую луну, или из механических часов шестеренку, крутим, и она, как бы, крутится, крутится, а потом начинает направо-налево заламываться, вот, и так же поверхность, на которой мы живем, она имеет вращение, но не той гигантской скорости, которую нам нарисовали, там, сколько там, 1600 километров в час, все значительно меньше, и приливы, и отливы, из-за того, что в этой, скажем, посудине это все заламывается, ну, я приводил пример, берете картонку, вырезаете в стакан граненый, эту картонку опускаете, пробиваете карандашом, и крутите эту картонку все время по кругу, и начинаете эту картонку право-влево заламывать, вот, вот так вот происходит приливы, и отливы, то есть все время идет по кругу, и по поводу животных, их 200 вариантов, я знаю, как они появились, я не буду растягивать, скажу, первый, самый основной, практически все животные были завезены из соседних ячеек, то есть это, грубо говоря, как приезжает человек на новую квартиру, он себе кошку берет, то есть до этого в этой квартире не жила кошка, точно так же и жители соседних сот, они завозили постоянно животных, и каждый сотовцы, они облюбовали себе континенты, вот Австралия служит этим подтверждением, как есть такая расхожая шутка, индийские, африканские слоны, и австралийские, но мы знаем, что австралийских слонов нету, и так далее, вот, поэтому, животные, заселялись в соседних ячеек, помимо этого, существовала генная инженерия, сейчас очень примитивно занимаются мы, современные люди, это касается вывода пород собак, то есть постоянные, бесконечные вот эти скрещивания, там вывождение самых интересных видов, так же самое чебурашка, это не вымучил, это реально соседние соты попало существо, скажем так, и она не является сказкой, так же самое и гремлины, это существа из соседних сот, я вам скажу больше, что в интернете даже сейчас можно найти, некоторых удивительных животных, но в основном, вот этих животных необычных, которые один вид в нашей соте, как-то залетел, просто хозяин его бронил, их стараются уничтожать, отсюда вот эти всякие чукапабры появляются, точно так же, пресловутые йети или снежные люди, они спокойно проникают из соседних ячеек, погуляли здесь и ушли, ну вот, поэтому, животных, так же еще могут появляться в процессе мутации, то есть есть такое понятие, что, ну, как я вижу со стороны, то есть мы на самом деле, вот тоже ж мы шкафандр животного, и мы мутировали, то есть взять нашего предка, который жил тысячу лет назад, и представить гипотетически, что его перенести в наши реалии, он моментально погибнет, воздух не тот, плотность не та, все не то, то есть мы, мы в процессе, как вот тараканы, адаптируются, их травят, 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 а они все больше иммунитет вырабатывают к разным ядам, точно так же и нас, травят химтрейлами, травят ГМО, травят там всякими прививками и так далее, нет, мы постоянно мутируем, выживаем и так далее, поэтому животных, я потом может когда-нибудь побольше расскажу, вообще их 200 видов появления, основное появление, это естественно привозили из соседних сот, передаю слово. Ну да, а может быть и действительно была какая-то геномодификация, есть же у нас такие, ну скажем так, вещи, что касается некоторых овощей, той же, опять же, вот к вопросу о кукурузе, которой в дикой природе нет, и она даже и размножаться без помощи, без чьей-либо сторонней помощи не может, вот, то есть если просто початок развивается и падает в землю, он просто спревает, это нужно его очистить от этих вот кукурузинок самих и посадить их в землю, это должен, ну, либо человек, либо кто-то сделать, только в этом случае, ну, вырастет следующая кукуруза, скажем так, вот, то есть, ну и опять же, вот это, все вот эти наши овощи, фрукты, они очень питательны для нас, а если человек будет в дикой природе жить и ягодами дикими каким-то питаться, там особо не наешься, не дает ту пищевую базу, пищевую массу, вот дикая природа, если животные еще как-то могут выживать, то есть они перестроились, то для человека этого недостаточно, вот, поэтому, кто его знает, может быть где-то были умные ученые, которые с помощью геномодификации что-то выводили, новые там сорта всякие, может быть была более развитая цивилизация, ну, как вариант, то есть это все версии на самом деле, я не пытаюсь сейчас что-то утверждать, вот, может действительно, как Вячеслав говорит, соседние соты завезли новые виды животных, почему нет, это тоже версия и имеет право на существование, вот тут спрашиваю в чате, откуда у Котлерова такая инфа, Слав, что скажешь? Ну, как скажу, сколько лет прошло, пароль не поменялся, прямое подключение к информационному полю, других вариантов просто нет, ни в интернете, ни в книгах, ни в других всевозможных земных архивах, невозможно найти эту информацию, вообще у меня ее становится с каждым днем все больше и больше, поэтому новый формат позволит озвучивать, опять же, то, что никогда ранее у нас не озвучивалось, ни на телевидении, ни в интернете, ни в книгах, кто-то скажет фантазия, хорошо, я готов принять модель, что я обладаю писательским талантом, и придумать все это, суть не поменяется, но я уверяю вас, мы не в состоянии ничего придумывать сами, мозг это всего лишь приемник, мы своего рода мобильные телефоны, которые можем законнектиться, как это, вай-фай или как оно правильно называется, и считывать информацию, у кого современный мобильный телефон подвержен вырусам, ему очень трудно там законнектиться к интернету, или там что-то в этом духе, чем объясняется, скажем так, эта возможность, я не могу предположить, потому что на самом деле, я веду классический образ жизни, я как все люди могу это есть, как в Советском Союзе ели, как говорится, и сосиски, и сардельки, и мясо, употребляю, скажем так, по праздникам, вчера пять капель коньяка, семилетней выдержки грузинского выпил, курю сигареты в огромном количестве, если все-таки найдутся люди, скажут, этого не может быть, ну, вы знаете, мне вот, как бы, семь тысяч человек подписаны на мой канал, из них тысяча положительно ко мне относятся, этого достаточно, передаю слово. Слава, вопрос тут же возник, скажи, вот ты про информационное поле сказал, да, допустим, по идее, может любой подключиться, если у него есть такие какие-то возможности, да, к этому информационному каналу, а вот как он пополняется, то есть после смерти от нас, от каждого туда инфа уходит, как, знаешь, как в библиотеку сдается, или же это она всегда там была и есть, или же наш опыт, он тоже учитывается, вот я живу там 70 лет, и потом бац, умираю, и мой, как говорится, сдается на рассмотрение, или просто сдается в общую копилку, так сказать, знаний. Если сравнивать по аналогу компьютерной игры, то в любой есть такое понятие компьютерной игры, в игре правила, то есть в любую игру, онлайновую, современную, приходит человек и создает себе НПС, то есть это наша основная сущность, а мы аватары этой сущности, наша сущность их держит в руку, наша аватара в руках, а не наоборот, многие думают, что душа находится внутри нас, на самом деле мы находимся внутри души, а правильно говорит сущность, потому что душа это всего лишь одна из характеристик сущности, есть дух, есть воля и так далее. Поэтому игрок, когда начинает игру, у него есть багаж знаний по предыдущим играм, и он начинает действовать так или иначе. Но вы знаете, в любой игре свои правила, то есть вы приходите в игре к мастеру, изучаете скилл прокачки кузнеца, и начинаете этот скилл развивать, то есть постоянно по наковальне бьете молотом, и становитесь все круче. То есть сказать однозначно про опыт, можно сказать так, что 50% опыта человек, сущность наша основная, которая бессмертно, приносит в этот мир, в эту, назовем ее условно, компьютерную игру, и 50% человек получает от развития. Потом, когда человек, сущность запоминает какой-то процент от развития, она может играть в другую игру, но там могут быть правила подкорректированы. Но есть читеры, их называют маги, которые знают прекрасно те или иные модели, и поэтому они могут прописывать чит-коды, и что такое читеры. Это люди, которые обладают телепатией, это люди, которые обладают ясновидением, это люди, которые обладают всевозможными экстрасенсорными способностями. То есть это своего рода читерство. Это в наших реалиях, хотя сравнительно недавно любой человек был там, ну не любой, но многие могли это, там вот, скажем так, спокойно использовать те или иные моменты. Передам пока слово. Юра, по-моему, там хотел что-то заметить, но я могу ошибаться. Да, я хотел просто сказать, и сейчас мы продолжим потом про поле информационное, скажу сначала, потому что пока не ушел далеко вопрос в чате, что насчет маятника Фуко, насчет гироскопа, пока мы говорили про это, да, то есть, вот пишет человек, что Фуко говорил, что надо ставить там маятник Фуко где-то только на полюсах. Он такого не говорил, это раз. Во-вторых, все маятники Фуко, что сейчас установлены и демонстрируют людям вращение Земли, далеко от полюсов находится. Никогда в жизни маятник Фуко ни на одном, ни на втором полюсе не запускался. И тем не менее, нам утверждают, что из-за отклонения происходит вращение Земли. Видите, маятник отклоняется, значит Земля вращается. Хотя на полюсах маятник Фуко запущен ни разу не был. Во-вторых, что маятник Фуко, что гироскоп, если кто не знает, придумал один и тот же человек, все тот же Леон Фуко. Он придумал два устройства, которые противоречат друг другу абсолютно. Маятник Фуко показывает, что происходит якобы отклонение, а гироскоп показывает, что нет. Это, конечно же, полный бред. Сивы кобылы. Создать таких два устройства, которые противоречат друг другу. Потому что все из-за чего. Первое устройство – это галимый фокус. Обычный фокус. В те времена как раз таки любили как раз таки вот именно магию, спиритизм и всякие разные чудеса. Поэтому маятник Фуко в то время и был придуман. Там использовался банальный принцип электромагнетизма. Вот и все. До сих пор он используется, до сих пор для демонстрации некоторых маятников. Это даже описано в статьях. Можете прочитать на англоязычной Википедии, что используется. Электромагнитный двигатель, чтобы маятник Фуко не останавливался во время трансляции. Это насчет маятника Фуко, насчет гироскопа, который не был установлен на полисе. Я больше чем вам скажу. Если мы сейчас поставим гироскоп на полисе и проведем тот же самый эксперимент, что в любой точке Земли никакого отклонения он не покажет. На мой взгляд, провести с гироскопом опыт намного легче, чем строить большой высокоэтажный маятник Фуко на полисе, чтобы проверять, отклоняется он или нет. Поэтому с гироскопом провести намного легче опыт. И во-вторых, что гироскоп это намного точный и практически точный физический прибор. А маятник это примитивный конструкт, который может любой сделать. Гайку привяжите на нитку и вот тебе маятник. Второе. Насчет информационного поля. Юр, можно я добавлю по поводу маятника Фуко? Ну, давай пока. А тут еще такой момент по поводу маятника Фуко. Если он и реагирует, даже если не брать в расчет то, что на полюсах он стоит, он вообще во Франции там стоял, самый первый построили его. Даже если это в расчет не брать, если бы он и работал, вот действительно он работает без всякого магнетизма, без всяких вот этих постановочных подставок вот этой вот то, что его искусственно заставляют сдвигаться, то опять же полеты были бы невозможны. И как раз тогда бы распространялась идея, что самолет взлетает, приземлиться не может, попасть на взлетную полосу не может и все такое. Потому что раз маятник Фуко, на него действует это все, и вращение земли, и он смещается, именно благодаря вращению земли маятник Фуко находится на подвесе даже, и все равно он чувствует под собой вращение земли, то тогда самолеты, которые полностью в воздухе находятся, какое-то свое ускорение приобретают, ну, скажем так, несколько часов, тогда у самолетов как раз была бы большая проблема приземляться на взлетную полосу, не промахнуться мимо нее. А этого не происходит. Двойные стандарты те же самые. Самолеты все нормально, они летают, взлетают, приземляются, под ними земля не проворачивается, а под маятником Фуко земля почему-то проворачивается. Вот какой-то прямо нонсенс. Вот, то есть, это вот к слову то, что говорил Юра. Да, да, да. О, кстати, историк истории, мой дорогой друг, здравствуй, давно тебя не видел. Это небольшое отличение. Да, теперь давайте все-таки вернемся, как говорил Слава, про информационное поле. Что такое информационное поле? Да, но это, я вам сейчас скажу, как с моей точки зрения, что это такое, существует оно или нет, да. Я скажу так. Многие, скорее всего, замечали из вас, когда вы вдруг с того ни сего вам в голову приходит ответ, который вы не знали, либо вы просто не могли этого знать. Да, я думаю, многие этим замечали, это, да, самый эффект. То же самое замечаю я. Я иногда знаю то, что до этого не знал. Я потом долго вспоминаю, откуда я это знал. И я в концовке прихожу к выводу, что я этого не мог знать в принципе, да. Либо получаю какой-то забытый ответ очень давно, допустим. Это вот замечается элементарно, когда вы гадаете сканворд, кроссворд, вы вспоминаете, не можете что-то вспомнить, а потом резко вспоминаете и думаете, ничего себе, как я запомнил, а какой-нибудь тяжелый такой ответ, да. Вот это и есть подключение к информационному полю. Осознанно, осознанно выходить в информационное поле умеют только единицы людей. И это очень такая тяжелая практика, которая достигается при помощи медитации. Это очень сложно, это достигают только монахи великие, которые вот в ходе состояния там самадхи, да, там вот состояние нирваны, они могут ходить там и прочее, прочее, всякие разные состояния, да, вот они могут выходить осознанно в информационное поле. Это очень редкий дар, который вообще только может быть. Но то, что существует это поле, это реально, потому что хранить в голове такие вещи ты не можешь столько много времени, да, которые ты забыл когда-то. Там элементарно, может быть, ты мельком видел, а потом вдруг это вспоминаешь. Ну, говорить о том, что мозг – это большое хранилище, я думаю, конечно же, это ерунда, еще даже специалисты института Бехтерева, да, все-таки установили, что мозг не является вспоминающим устройством, скорее всего, это какой-то приемник, который просто принимает информацию. А принимает он информацию именно с информационного поля, я согласен с этим. Вот как пополняется тогда это информационное поле, и откуда вот она берет эту информацию? То есть мы ее как-то передаем? Сейчас я буквально два слова скажу и передам слово. Смотрите, вот Юрий максимально верно, вот что можно было бы сказать про информационное поле. Юрий Тимовский сказал максимально правильно, а может быть даже и сверх правильно. То есть я ничего не могу добавить. Это самое четкое и правильное определение информационного поля. Если будете задавать вопрос, я специально вырежу слова моего коллеги Юры и буду ставить, чтобы не задавали этот вопрос. Потому что Юра дал максимально правильное определение. Передаю слово. Ну, насчет пополнения информационного поля. Я почему говорю, что мозг это является передатчиком? Мы информацию как получаем, так же ее туда... Это как двухканальная связь Wi-Fi, да? Онлайн, грубо говоря, да, тот же получается. Так что? Как еще? Онлайн, в смысле. Да, да. Мы можем как ее получать, так и передавать туда. Так и пополняется инфополе. А почему существует инфополе, как это можно все-таки обосновать, да, потому почему оно вдруг так берет и сохраняется. А потому что выхода нету дальше. Допустим, если мы возьмем, что там есть купол действительно, да, информация это материальная вещь, она на самом деле не какая-то иллюзорная, она материальная, она выйти не может, потому что она вся вот именно находится вот в замкнутом пространстве. Но купол, в моем понимании, скорее всего, тоже не является чем-то твердым, да, каким-то там стеклом. Это и есть сама информация. Скорее всего, это и есть информация. В виде купола. Это и есть информация. То есть, это какое-то энергетическое поле, которое есть информационное поле, которое мы называем, да. это так интересно слав тут все на так ага значит по поводу учимся входить вот пишет юлия санченко тогда в чем проблема учимся входить в информационное поле земли и все ответы знаем без эксперимента есть ли у нас инфа как туда войти такой вопрос вот когда она варьер но я кому сказал слова все уже как бы сказал слава такой вопрос был как подключиться к информационному полю может ли это сделать каждый вообще час три секундочку то есть условно говоря чтобы нам не слушать славу котлерово самим подключиться и как говорится из первого источника получать информацию а все я понял на смотрите основной как мне видится со стороны залог успеха заключается в том что ну это я могу по себе судить что мне посчастливилось иметь неплохую память помимо неплохой памяти я занимался всю жизнь тем что там и до интернета и с интернетом изучал все возможные варианты оговорился то просто не отвлекли 2 часа закрыл в общем двух словах я изучал все все что можно все что нельзя и официальную науку и все книги статьи все что мне попадалось в руки я запоминал то есть без труда не выловишь рыбку из пруда но это мне так кажется потому что вот так вот просто так взять и черпать знания это хорошо но я уже приводил 200 раз пример прежде чем объяснить то или иное у вас должен быть словарный запах самый мой распространенный пример берете свой ноутбук под мышку и мандруете в леса амазонии там есть племена которые практически никогда не не соприкасались человечеством покой показывайте индейцу ноутбук и говорите скажи пожалуйста что это естественно он не скажет что это то же самое и в моем случае ряде случаев других исследователей чтобы знать определение тому или иному моменту надо надо хотя бы ну не хотя бы обязательном порядке изучить весь доступный существующий материал нашей ячейки единственное но не единственно одной из многих чтобы я продолжаю меня продолжает по сей день спасать это моя память которая фактически фиксирует все события начиная с четырех лет и я с четырех лет практически ну грубо говоря помню свой день по минутам это не моя заслуга я это этим не этому не учился не тренировался ну просто так вот исторически сложилось я практически помню абсолютно все передаю слово так у нас тут еще такой момент значит трансляция уже идет около двух часов вот ребята вот кто в чате отпишитесь пожалуйста как вы вообще не устали не устали вот к славе вопрос что там с женей сувориным он там жив не жив смог ли он это скажем так пока еще в объятиях марки да потому что как бы ну и и я конечно тоже могу оставить эту конференцию и пусть она идет до победного но я думаю что ребята в интерактиве сейчас понятное дело смотреть легко они просто включают смотрят там чате что-то пишут а вот в записи будет очень тяжело наверное это все смотреть учитывая что это пробная тестовая у меня такая конференция но в принципе неплохо сейчас вот у нас 149 человек нас смотрит вот значит в общем жду комментариев в чате и что как мы вообще вы как ребят думаете может быть нам все-таки сделать паузу представить ее а там уже сделаем сейчас вот она к нам тут постучался один из зрителей так сказать чата человек вот он хочет там сказать слово на просто сейчас добавляется да давай добавляю вас можно будет после него и до закончить если это хорошо давай тогда добавляю у него есть теория как он написал мне у меня есть теория кстати никто раньше здесь не озвучил ни разу хотелось бы чтобы зачитали обсудили дмитрий если ты меня слышишь дак зайди то есть прими скайпе конференции на пелок вижу да 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 ну вот дмитрий представься как тебе зовут откуда ты сколько лет и ну и расскажи что вот ты хотел рассказать всем людям 146 человек тебя слушать микрофон твой трек зовут я с новосибирска вообще в данное время проживаю значит давно этой идеи тоже мучился здесь вопрос такой то есть доказать земля плоская или круглая можно только как говорится одним способом наказав теорию гравитации то есть теорию притяжения то что есть какое-то ядро которое все тянет но это несерьезно так скажем и доказать мы это не можем то есть на предметах ничего друг друга не притягивает есть теория которая озвучивают что земля плоская и она летит вверх с ускорением 10 метров в секунду как бы да это объясняет все процессы то есть на самом деле теория как говорится гравитация это инерционная система то есть тело находится в одном месте на него давит земля давит среда земля двигаясь вверх давит на воздух на а купол все это удерживает но здесь есть одна проблема то есть я так примерно прикинул за 300 за 300 лет мы должны были набрать скорость там несколько миллиардов километров в секунду и постоянно ускоряться то есть тоже не не очень правдоподобно у меня есть идея что земля на самом деле плоская она летит по кругу ну как бы это объяснить вот как барабан стиральной машины при отжиме то есть вот и или вот может быть кто-то в карусели катался есть такая карусель где становишься спиной стенки барабан большой раскручивает и прижимает то есть земля плоская накрыта куполом за счет этого как в автомобиле мы едем то есть все предметы весь воздух он находится он не двигается внутри этого купола может там спокойно перемещаться но при этом за счет вот этой инерции все объекты давят на землю то есть за счет этого появляется это притяжение за счет этого мы как говорится и ходим по земле так скажем ну как это выразиться ну вот макс извини пожалуйста а дмитрий знаком с концепцией точнее с догмой концепции сотовой земля вячеслава котлярова или не разный он знаком с первых дней можно я понял дмитрий давайте я просто немножко пояснить хочу тут ты сейчас упомянул две сразу концепции вот это классическая концепция плоской земли вот этого диска летящего постоянно там вверх куда-то и за счет этого типа объясняется гравитация потом ты ну как бы привел в пример вот это вот по сути как бы вогнутая земля и за счет якобы этом центробежной силы все как бы прижимается притягивается она плоская я так понимаю речи центробежной силе так вот вопрос вот вопрос ты сейчас привел момент такой именно с каруселью карусель действует на тебя только скажем так в том случае когда ты на ней сидишь когда ты на ней сидишь вот на этой лавочке да и тебя якобы начинает в спинку вдавливать когда она раскручивается чем быстрее на раскручивать тем сильните вдавливать самом деле я как бы вообще центробежную силу не верю я верю вот что это все ну покрасательный происходит плюс инерция есть и из-за вот этого вот постоянного смещения то есть ты по прямой тебе придает ускорение ты прямой как бы идешь а тебе не позволяет ну года эта округлая форма скажем так это карусели на те не позволяет двигаться прямо и получается как бы в давления такое но она идет по касательной от окружности и вот если ты в этой карусели просто вы завис воскнул ну не то что в воздухе вот есть ось вращения есть карусель тому по бокам это и большой карусели скажем так под названием земля да допустим ты сидишь там на лавочке тебя вдавливает и вот это так называемая наша условно говоря гравитация но если ты взлетишь а мы говорим о том что самолеты все-таки летают и у них все нормально и под ними ничего не проворачивается если ты не будешь иметь контакта с этой лавочкой на этой карусели то на тебя уже никакая центробежная сила не будет действовать она действует и самолеты также взлетают и на них воздействует все это ну так называемая гравитации или там силы текать не важно как это называть я имею ввиду сейчас в рамках официальной теории да она действует также и на самолета так вот если ты не будешь контакта иметь с этой каруселью ты просто ну вот в воздухе подвис допустим ничего с тобой не будет происходить поэтому ни одна не вторая теория они на самом деле тоже ну скажем так имеют вопросы и классическая теория плоской земли с этим диском постоянно ускоряющимся летящим вверх и теории вогнутой земли кстати с вогнутой землей как раз таки и тоже говорили что вот мы типа на внутренней поверхности его то за счет центробежной силы нас притягивает это же к ней много вопросов потому что когда взлетаешь до тебя это уже вот эта вот вещь не действует ну и вообще у меня целых два ролика есть по поводу этой центробежной силы именно опровержения ну именно классической центробежной силы но это уже не для кого не секрет потому что уже в википедии если вы наберете центробежная сила вы увидите напрямую что даже ученые многие официально признали что ну избегают они скажем так этого термина потому что как таковой он сам по себе ее не существует центробежной силы есть вот это вот силы инерции показательной к окружности вот и все то есть поэтому как бы ни одна не вторая теория я вот тоже задавался много раз вопросами а как же она устроена как а чё на должно быть устроено вот мы чего-то не понимаем и мы пытаемся к нашим законам физики которые мы проходили в школе привязать и объяснить себе как работает как работает почему мы притягиваемся к земле почему если я выйду там с балкона второго этажа прыгну вниз я упаду на землю и разобьюсь наверное может быть вот то есть мы пытаемся это все в свете того чему нас научили представлять а почему это так должно быть возможно есть какие-то законы мироздания скажем так уже они физики которую школе преподают благодаря которым все это работает благодаря которым ну предположим даже солнце вращается землей над плоской ну к примеру да или еще какая-то может быть версия может быть мироустройство вообще может мы еще и даже не подозреваем как она на самом деле его возможно есть какие-то законы мироздания пока с помощью которых это работает но который мы пока что не можем объяснить то есть вот есть аргумент один который в общем то все это объясняет теорию именно движение по кругу аргумент в том что его приводят шара шара веры то есть они говорят вот если в самолете ты подпрыгнешь ты же не улетишь в зад салона ты будешь вместе замкнутое пространство или или например когда муха летает закрытом салоне автомобиля то же самое замкнутое пространство ты с открытым верхом в машине проедь и посмотреть что будет с мухой вот то есть у нас земля в замкнутом пространстве мы накрыты куполом поэтому пространство замкнутой воздух внутри этого купола он движется с постоянной скоростью в общем то мы движемся по кругу с постоянной скоростью все объекты движутся с постоянной скоростью и вода движется за счет этого не происходит никаких вот этих движений то есть поскольку мы внутри и в той же карусели вот когда тебя раскрутит по кругу а ты попробуй оторвись и попробуй походи по этой карусели тебя выкинет все равно бортику потому что ты имеешь контакт с полом карусели а если ты подпрыгнешь именно подпрыгнешь и в тот момент пока ты находишься в воздухе в карусели в поле зрения карусели ты подпрыгнул с тобой ничего не будет происходить пока ты не не приобретешь опять контакт с полом карусели тебя да тоже опять начнет выкидывать с карусель ну вдавливать на самом деле тебя прижмёк стенки даже если подпрыгнешь то есть здесь имеется ввиду подпрыгнешь на очень долгое время именно на долгое чтобы ничего не будет если подпрыгнешь тебе ускорение преданное изначально да мы не можем подпрыгнуть настолько потому что мы находимся в воздухе а воздух точно так же как в автомобиле движется вместе с землей то есть самолет опирается крыльями на воздух на атмосферу и атмосфера его толкает он не может зависнуть против атмосферы единственно что может быть если действительно вылететь куда-то очень далеко где нет атмосферы там может быть и будет вот этот эффект торможения именно вот никакой центробежной силы нет именно инерция то есть объект когда он движется прямо он имеет некоторую инерцию и когда его начинает что-то в сторону загибать он начинает давить противоположную сторону по касателе ну то есть эффект карусели замкнутое пространство во первых здесь скорость постоянно ее видать набрала земля какое-то время и она теперь с этой скоростью постоянно движется как вариант то есть я уже я у меня я просто сейчас в эфире половина мыслей по вылетала я эту теорию очень со всех сторон и обдумал описал как говорится обрисовал уже поэтому если я вспомню я как потом напишу где-нибудь в группе просто сейчас игры немножко волнулись я понял евгений суворин к нам присоединился да правильно понимаю да вроде он проснулся но не последний ну что могу сказать дмитрий в принципе огромное спасибо я как бы в целом даже эта теория она может вместиться в сотовую модель потому что ну сотовая земля она настолько уникальна что любая теория и плоская шарообразной земли и летящие диска она все вмещает и как я это смогу показать только тогда когда будет компьютерная графика сделана и все как смогут увидеть 3d модель нашей планеты поэтому все умещает да спасибо дмитрий как бы то что высказался я сейчас немножко тогда сейчас пока тебя отключаю смотри слов тут несколько вариантов либо мы можем прекратить здесь эфир и вы тогда будете уже дожимать с женей либо можно женю сюда закинуть и то есть смотрите ребят как в принципе у нас уже набралось в двух словах я не могу тебя чат читать у себя могу а я понял у нас 147 человек уже смотрит в принципе уже ребята разогрелись и вот я по чату смотрю ребят довольно таки активно пишут а вот ну такой вариант либо мы можем в принципе прекратить нам что устали да да если жека запустит я все-таки даже в городом одиночестве там буду если он не запустит значит будем тут вещать как как-то так потому что он сказал запущу но в итоге ничего не запустил спросим у него что что да как это там чат можно спокойно читать то есть у нас там у вас уже отлажено там все я понял ладно значит тогда в принципе давайте потихонечку расходиться потому что действительно это тяжело наверное слушать легче просто можно включить и слушать ведущие вот женя например вообще скажем так уснул и после тяжелого прошлого скажем так эфира видимо восстанавливался долго поэтому как бы и подписчиков тоже моих в частности не хочется очень сильно напрягать потому что все таки больше там двух-трех часов уже но тяжело слушать вот всем спасибо кто был с нами кто активно комментировал в чате то есть все это очень приятно это первый эфир на моем канале я думаю будут эфиры и в дальнейшем вот наладим это дело вот здесь у нас нет ни донатом ничего то есть можно все в эфире задавать вопросы мы их будем зачитывать и отвечать на них то есть в принципе даже такая практика которую вот ребята алексей предложил добавлять даже и в принципе в конференцию кого-то чтобы они прямо в онлайне могли задать какие-то вопросы этом на нашим спикером как кого мы приглашаем нашим гостям то это тоже хорошая практика в принципе вот я ее полностью поддерживаю то есть можем принципе продолжать так дальше вот спасибо всем кто смотрел спасибо гостям спасибо слава юра алексей вот в общем всем до новых встреч все ходите на на котлеров fm круглосуточном режиме он работать будет так что также может любой прийти и сказать что что хочет обсудить рассказать о себе о своих каких-то знаниях своем деле может быть каком-то там в основном о знаниях где кто живет интересует космонавты летчики и подводники в общем такие экстремальные кто был в антарктиде на северном полюсе пожалуйста билости просим думаю народ будет рад вас видеть все боссы хотел сказать всего доброго всем до свидания всем до свидания всем пока